Праздник Новый Год Яркие иллюминации начинают освещать вечерние улицы Веселые огоньки радостно искрятся и подмигивают прохожим Блеск разноцветных гирлянд восхищает и завораживает В морозном воздухе царит ожидание чуда И все мы смотрим на мир вокруг глазами ребенка Всем так хочется верить в сказку и Деда Мороза Который непременно принесет подарок и сделает нашу жизнь хоть чуточку прекрасней А кто же такой этот Дед Мороз? Давайте разбираться Родословная Деда Мороза начинается с трех прадедов И приходится на времена древних племен, поклоняющихся языческим богам Работали прадеды духами холода, а звали их Трескун, Карачун и Зимник Их вряд ли можно было назвать добрыми духами Трескун насылал на землю стужу, губил посевы, морозил людей и животных Карачун обитал под землей и перевращал в лед воду в колодцах родника, замораживал реки Зимник же был сутовым старичком низенького роста, с длинной белой бородой В руке он держал железную булаву А к чему-то булава прикасалась, то в лед сейчас же превращалась Гласили народные предания Постепенно духи холода из древних поверьей стали плавно перетекать в народное творчество Так появился в сказаниях мороз воевода, дед нашего героя Предания гласят, что был он чуть добрее своих лютых предков Вскоре увидела свет литературная обработка Владимира Адоевского, объединившая мифы и сказания В ней перед нами впервые встает уже подобревший старик Мороз Иванович Шло время и родился нынешний дед Мороз Маленький Морозец очень подружился с лесными зверюшками и снеговиками Малышня дружно играла, танцевала и веселилась А среди них и юный мороз А когда настала пора сменить отца на тяжелом морозном поприще Наш герой решил Я сделаю все, чтобы сдоставлять ребятишкам радость Я каждый год буду дарить им подарки, выполнять все их пожелания Когда малыши вырастут умными и добрыми Купил он огромный мешок, в который помещаются многочисленные подарки И стал в новогоднюю ночь тайком пробираться в дома, где живут маленькие ребятишки И прятать подарки под елку Со временем у деда Мороза, конечно, появилась семья У него есть жена и зовут ее матушка Зимушка Есть три дочери Вьюга, Стужа и Метелица Вьюга и Стужа девушки суровые и характер у них не сахар А вот Метелица мягкая и нежная Повстречала как-то милая Метелица доброго парня Снеговика И полюбили они друг друга И родилась у них дочка Снегурочка А Морозу, соответственно, внучка И до того девочка получилась толковая Во всех делах деду помогает Везде за дедом следует Потому и знают все вокруг деда Мороза и его внучку Снегурочку В декабре 1998 года из Лапландии дед Мороз официально перебрался на родину Великий Устюг, ставший отныне его водчиной А в 1999 году этот город был официально назван родиной деда Мороза В своей резиденции дед много работает Волшебник он продвинутый, несмотря на возраст Идет в ногу со временем Освоил компьютер Ведет свой блог в интернете А посох его подключен к системе ГЛОНАСС Для определения точных координат движения сказочных персонажей по территории страны Каков возраст деднего волшебника? Доподлинно это неизвестно Но точно, что более 2000 лет А с 2005 года, 18 ноября В России всенародно отмечается день рождения Деда Мороза Дату эту придумали дети Поскольку именно с этого дня По наблюдениям синоптиков На родине Деда Мороза в Вологодской области Начинается настоящая морозная зима И на земле образуется устойчивый снежный покров А значит, вступает мороз в свои законные права Особенно тщательно к этому празднику Готовятся на родине именинника В этот день открывается специальный почтовый ящик Который можно отпустить письмо и поздравления Деду Морозу Этой возможностью с удовольствием пользуются местные детишки И многочисленные приезжие туристы И вы можете написать свое письмо Деду Морозу А в конце 2000-х годов наш дед обзавелся недвижимостью На берегу реки Сухана В прекрасном старинном городе Великий Устюг Здесь расположились городская резиденция И почта Деда Мороза А в 10 километрах от города, в Сосновом Бару Находится главная достопримечательность Волшебная вотчина Деда Мороза Это сказочное место Великолепный резной терем Аттракционные горки Катание на лошадях Путешествие по тропе сказок Прогулки по волшебному лесу Все это ждет вас в этом удивительном месте В тронном зале терема Круглый год стоит красивая елка Украшенная удивительными игрушками А под ней на троне Восседает хозяин терема Дед Мороз Он встречает гостей И показывает свое удивительное жилище А в доме том 12 комнат И у каждой свое название Есть здесь и гардеробная И рабочий кабинет И опочивальня И кладовая сказок И лаборатория И библиотека Сказочная предсказочная комната Комната друзей И снежный лабиринт Комната елочек И комната сказки Круглый год 18 ноября В день рождения Деда Мороза В Великом Устюге Зажигаются огни На первой российской новогодней елке Веселье, танцы, хороводы С городской площади Они перемещаются в резиденцию После окончания праздничных торжеств Дед Мороз отправляется В рабочую поездку по России Чтобы лично удостовериться Все ли готово в каждом городе Встречи Нового Года Также он побывает С деловым визитом И за рубежом Вот какой он Дед Мороз Наш любимый Сказочный волшебник Неугомонный И вечно молодой душой Не забудьте поздравить Его с днем рождения И конечно написать письмо О желанном подарке Ведь вы себя хорошо вели весь год Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому